Перечислите все его подмножества, состоящие из двух чисел. Пожалуйста, сначала подумайте, скажите, сколько подмножеств будет у этого множества, а потом перечислите их. Это обычный урок в одной из лучших школ в стране. Московский Центр непрерывного математического образования опубликовал рейтинг 500 лучших учебных заведений в России. В этом списке четыре ивановские школы – лицей 21, 33, 67 и гимназия номер 30. Лицей 67 удален от центра города, поэтому власти и СМИ посещают его не часто. А зря. Родители, ученики и педагогический состав уверены – их школа самая лучшая. Мы в нашей школе стараемся не натаскивать на ЕГЭ. Мы стараемся давать различные способы решения задач. Конечно, когда мы уже в 11 классе, стараемся показать прототипы, стараемся больше прорешать именно вариантов ЕГЭ или задания из ЕГЭ. Школа переполнена более чем на 150 учеников, но ежегодно перед началом учебного года выстраивается очередь из желающих сюда попасть. Занять почетное место в рейтинге лицею удалось благодаря одним из лучших результатов по ЕГЭ в стране. В 2014 году 100 бальников не было, но пятеро воспитанников школы получили 98 баллов по истории, русскому языку и математике. Здесь обучают детей на современном оборудовании. Школа регулярно участвует в региональных пилотных проектах и стажерских площадках. Для кабинета физики эти чудо-приборы приобрели в прошлом году. Оно эргономично, очень красивое, яркое, современное, отвечает современным всем нормам. Современным детям гораздо интереснее, поскольку они живут в мире информационном и понимают, что и обучаются они вновь со временем. И мы с ними на одном языке говорим. В этом кабинете в разгаре так называемый «живой урок». Ребята изучают темы по истории в режиме онлайн, используя современные гаджеты. Сначала читают параграф, затем смотрят видео и графики. После отвечают на тестовые вопросы и сразу получают оценку. Такая техника, рассказывают педагоги, учит детей внимательно и вдумчиво читать. Даже если ребенок болеет, но хочет присутствовать на уроке, то есть не приходя в школу, дома, через интернет, он может присоединиться к нам во время работы на уроке. И так же, как и все учащиеся, получить оценку на уроке. Есть в школе и своя инициативная команда, состоящая из старшеклассников. Их задача – придумать, как улучшить жизнь школы и города. Мы участвуем в разнообразных волонтерских движениях. Лицей 67 является одним из самых активных лицеев или образовательных учреждений, кто участвует в марафоне «Ты нам нужен». Мы считаем, что воспитывая в наших учениках любовь и уважение к другим деткам, мы помогаем им стать достойными гражданами своей страны. Ребята здесь учатся в две смены. Помещений катастрофически не хватает. В прошлом году власти обещали переполненной школе пристройку. Но пока задуманное не осуществили. Здание по проекту не приспособлено под школу. Здесь нет актового зала. Во время последних звонков, во время мероприятий, наш спортивный зал превращается в акты. Благодаря усилиям наших деток и учителей. Посадочные места мы создаем сами. Естественно, родители, которые приходят посмотреть на своих ребят, они вынуждены стоять, и это не совсем удобно. Есть проблемы и со столовой. Это маленькое помещение не в состоянии вместить даже половину от 700 учеников. Учителя, учащиеся и родители очень надеются, что власти, увидев список лучших школ страны, вспомнят о том, что в лицее номер 67 есть проблемы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.